Итак, в этой статье анализируются Соединенные Штаты. И эксперт указывает, что Америку можно рассматривать как несостоятельное государство, поскольку политика правящей элиты не способна разрешить кризис. В Соединенных Штатах отсутствует эффективное государство, и проблема не только в том, как получить государственную власть, но и в том, как добиться справедливости для всех. Автор статьи начинает с того, что описывает проблемы, которые существуют в Соединенных Штатах в 2020 году. Это плохая инфраструктура общественного здравоохранения и пришедшая в упадок систему социальной защиты. Уровень полицейского насилия и преступлений в Америке находится на уровне таких стран, как и Венесуэла и Южная Африка. И даже на Кубе и в Боснии и Герцеговине детская смертность ниже, чем в Соединенных Штатах. Не говоря уже о других социальных показателях. В самой могущественной стране в Соединенных Штатах почти 30 миллионов человек говорят о том, что им иногда или часто не хватает еды. 40 миллионов американцев обнищали. И в США насчитывают полмиллиона бездомных. И все это было до того, как на Америку обрушилась пандемия и вызванный ею экономический спад. Учитывая эти цифры, стабильность Соединенных Штатов вызывает удивление. Страна поддерживала всеобщее избирательное право и демократические институты, по крайней мере для белых мужчин, в течение двух столетий. И сочетала эту форму правления с капитализмом, который способен создавать огромное богатство. Более того, американским предпринимателям удалось избежать возникновения крупной либористской партии, как это произошло в Великобритании. В США требования экономической справедливости сглаживаются демократической партией и системой правления, которая создана для того, чтобы ограничивать народные страсти. В последние десятилетия появились новые вызовы истеблишменту, такие как движение Окупай или Окупай Уолл-Стрит, захвати Уолл-Стрит. Неожиданное появление аутсайдера Берни Сандерса с тот же неожиданным подъемом Дональда Трампа, а также некоторых правых организаций и движений. А также уличные протесты против полицейского насилия. Столкнувшись со всеми этими вызовами и неспособностью справиться с пандемией COVID-19, американское государство выглядит неэффективным и лишенным народной легитимности. Некоторые проблемы связаны с федеративным устройством Соединенных Штатов, поскольку при разделении властей между местными государствами и федеральными уровнями, а также между различными ветвями власти, множество есть разных точек тормоза, которые стопорят или препятствуют попыткам реформы. Дальше автор приводит цитату профсоюзного журналиста Роберта Фитча, который когда-то сказал так. Цель правых всегда состоит в том, чтобы ограничить размах классового конфликта, свести его к как можно более низкому уровню. Чем меньше и локальная политическая единица, тем легче ею управлять олигархически. Для тех, кто хочет что-то изменить, дилемма заключается не только в том, как достичь государственной власти, а так и как воссоздать американскую республику. По мнению автора, это необходимо сделать в соответствии с периодами прогрессивной деятельности в истории США, таким как Авраам Линкольн, борьба против класса работорговцев, популистская эпоха, новый курс Франклина Рузвельта. По мнению Франклина Рузвельта, новые права на ведение коллективных переговоров и программ пособий должны быть защищены более эффективными государственными институтами. Его администрация настаивала на создании новых агентств для обеспечения соблюдения трудового законодательства, реорганизовала исполнительную власть и провела попытку радикальной модернизации Верховного Суда в США. Рузвельт даже пренебрег в то время неофициальным ограничением на два срока президентства. Однако успех Рузвельта и его предшественников был ограничен. Тем не менее, несмотря на прошлые неудачи, организация народу со временем принесла достаточно успехов, чтобы создать Соединенные Штаты. В том виде, в котором они существуют сейчас. Дальше автор описывает те институты, которые существуют, и распространение этих институтов на частности чернокожих американцев. После этого автор переходит, собственно, уже к описанию проблем Соединенных Штатов, таких как голод, нищета, коронавирус и изменение климата. Автор описывает некоторые программы, такие как государственная медицинская помощь для всех медикэр, создания зеленых рабочих мест, доступных жилью и также многое другое, чем необходимо заняться. Но также нужно популяризовать не только цели, но и обеспечить средства, то есть провести институциональную реформу для их достижения. Ну и дальше автор описывает некоторые варианты, например, полный председатель в Конгрессе для жителей Вашингтона округа Колумбия. Спасибо. Продолжение следует...